Вышел от Надежды Савченко. Она действительно прекратила сухую голодовку по просьбе президента Порошенко, который письмо написал ей. Я его отнес, ко мне обратились, чтобы я мог его занести. Просьба, чтобы она прекратила эту голодовку. Надежда ответила согласно, она уже пьет воду. Она написала ответное письмо, более широко обращаясь ко всем украинцам, равно как и в лице самого Петра Порошенко. Письмо это я уже обнародовал. Общий смысл в том, что Надя не считает это уступкой, она считает это своей победой и таким образом очень рассчитывает в конечном итоге, что ее судьба разрешится так, что все усилия, которые предлагает украинская власть для ее обмена и освобождения, они будут иметь продолжение. Потому что вчерашнее обращение Петра Порошенко в адрес Кремля с тем, чтобы Надежду обменяли, обменяли, должно получить в качестве ответа решение, соответствующее об обмене сообщилка. Неважно в какой процессуальной форме это будет сделано, но Надежда на это тоже очень рассчитывает и понимает всю процессуальную нагрузку, которая возникает в связи с этим. Тем не менее, мы считаем, что если надеяться на оправдательный приговор не приходится, то конвенция, которая участвует Россия и Украина о выдаче, может быть в случае Савченко реализована. И сразу после вступления в законную силу, а это уже будет там начало апреля приговора, Савченко в принципе с моей точки зрения должна отправиться домой. А что она там написала? Письмо, я уже его дал, вот собственно это письмо, письмо, в котором она говорит, обращаясь не только там, естественно, к президенту, но и ко всем украинцам, равно как и в его лице, говорит о том, что благодарит за помощь, благодарит за поддержку, которая оказана была. И в общем отказывается от сухой голодовки, считая, что это обращение к ней вызвано большой тревогой за ее жизнь и судьбу. Тем самым она считает, что продолжает бороться и до приговора, который ожидается 21-22 марта, она продолжит голодать обычным образом, как она это делала, употребляя только органическую смесь детского питания. Таким образом, вот эта опасность смерти ее здорового и счета. А что Порошенко и написал? А это не секрет, вот его письмо, сейчас я вам его дам. Вот его письмо, я вам зачитаю еще раз. Дорогая Надежда, вы знаете, что все это время мы были с вами, тяжело переживали всем единым и сплоченным народом. Каждый день мы наблюдали за исходом этого подлого судилища. Мы доказывали всему миру абсурдность данной ситуации. И вчера, когда в российском суде вы произнесли свою речь, мы в очередной раз убедились, ради чего выходили и гибли наши люди на улице, свергая подлость, оставив право быть украинцем не просто на словах, а в жизни, в бедах и радостях. Поверьте мне, мы уже провели переговоры со многими лидерами цивилизованного мира, и в ближайшее время вопрос будет решен в пользу правды. Мы очень сильно волнуемся за вас, мы очень ценим вашу волю и стойкость в борьбе, но сейчас необходимости в голодовке нет. Я постоянно общаюсь с нашими посольствами, генеральными консульствами России, я знаю, насколько тяжело приходится вам, и я хочу, чтобы вы услышали мою просьбу. Мы не хотим ухудшения вашего здоровья, нам нужна здоровая Надежда Савченко, герой Украины, народный депутат, символ нашей свободы, который в скором времени оказался бы дома, который смог бы дать пример остальным. Я думаю, что всем этим перечисленным ваша деятельность не ограничится и хотел бы видеть вас в нашем обновленном правительстве. 21 марта состоит соглашение приговора, но до этого нами будет проделана огромная работа. Мне хотелось бы, чтобы тот текст, который ваш адвокат Марк Захарович Фейгин принесет вам сегодня, был бы вами объяснен. Я всегда боролся за вас, слава Украине. А в правительстве какую должность, непонятно? О, да, вы знаете, этого тут не сказано. Поэтому я надеюсь, когда Надя вернется, там разберутся. В каком состоянии она? Вы знаете, она лучше сегодня, видимо, вода, которую она пила, это сильно, существенно повлияло, потому что она вчера какая-то была совсем плохая. Вот, так как я ее оценил, когда я видел в суде. Поэтому сегодня много лучше, она бодрее выглядит, она сумела написать много писем. Поэтому я считаю, что все гораздо лучше сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!